СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 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 СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ФОНДА Впервые дополнительный день приема пройдет 30 марта. Как и последующие дополнительные дни обслуживания, Карачаево-Черкесское отделение социального фонда будет вести прием посетителей с 8 до 14 часов. Новый график особенно удобен работающим жителям Карачаево-Черкесской республики. Информация о режиме работы офиса фонда с учетом дополнительных дней уже размещена на сайте социального фонда и во всех клиентских службах. Более 200 жителей Белгородской области, которые вынуждены оставили свои дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, прибыли в Карачаево-Черкесию. С ними встретился глава республики Рашид Тимрезов. Подробности у Артура МХЦ. Представители Карачаева-Черкесии дожидаются на перроне невиномыска прибытия поезда. И вот на Кавказскую землю спускаются люди, вынужденно покинувшие свои дома в Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. Мы здесь впервые, но мы думаем, что здесь нам очень понравится, потому что мы пережили серьезный момент. Извините, а я не могла спать первую ночь от радости, понимаете как? Что думаю, неужели? Неужели тишина? По словам представителей регионального управления МЧС и Минтруда республики, встреча прошла организованно, людям была оказана вся необходимая помощь. Они все будут размещены в курортной зоне, в комфортных условиях. Им будет оказано все необходимое содействие, в первую очередь медицинское, психологическое сопровождение. И, конечно, мы будем рады их познакомить с достопримечательностями, с культурой всех народов нашей гостеприимной республики. Всего в Карачаево-Черкесию доставлены около 240 человек. Чуть меньше половины из них – дети. Ранее по поручению Рашида Тимрезова было организовано все необходимое для приема вынужденных переселенцев. А сегодня жителями Белгородской области встретился сам глава республики, ответивший на волновавшие людей вопросы и пообещавший поддержку в будущем. Добро пожаловать в Карачаево-Черкесию. Могу вас заверить в том, что здесь будет оказано вам самое, что ни на есть, пристальное внимание. Все службы готовы, все места размещения готовы. Я обязательно потом посвящу каждое место размещения ваше, поговорим о тех вопросах, которые будут возникать во время вашего пребывания. А пока люди только осваиваются в нашей республике. В глазах еще читается тревога последних дней, но по ноткам голосов чувствуется радость от возможности наслаждаться тишиной. Там очень сложно. Мы последние недели две вообще не выходили на улицу, потому что люди гибнут страшно. Вы знаете, в свете последних событий было тревожно очень, и поэтому наша главная задача была обезопасить детей, потому что мы подвергаемся каждый день практически обстрелам, и мы очень хотели их защитить тем самым. И поэтому искали возможность, куда бы их можно было увезти. Жители Белгородской области после кратковременного пребывания в Черкесске отправили в отели Тиберды и Домбае. Там их уже ожидали медики, психологи, специалисты, которые помогут людям чувствовать себя в Карачаево-Черкесии комфортно, спокойно и в безопасности. Артур Махце, Вести, Карачаево-Черкесия. Он внес значительный вклад в защиту государственных интересов России. Участник СВО, лейтенант Курман Башкаев, за мужество и героизм в ходе спецоперации представлен к званию Героя России посмертно. Он совершил героический подвиг, прикрыв своих товарищей от артиллерийского обстрела, тем самым сохранив им жизнь. О судьбе храброго командира Олеган Лепшуков. Он всегда жил по совести и был готов пожертвовать собой ради спасения жизни людей. Сегодня в доме Башкаевых многолюдно. Имам Станицы Кордоникской и родственники читали маулит и совершали обряд дуа за душу погибшего героя Курмана Башкаева. Вспомнить своего боевого товарища приехали и его сослуживцы. Тихонько в стороне вытеряют слезы мама, которая ждала его, молилась о здравии. Лейтенант Курман Башкаев проходил службу в 34-й отдельной мотострелковой бригаде. С первых дней специальной военной операции был на передовой. За проявленное мужество был отмечен рядом боевоенных наград. У него позывной «Волк». Всегда спасал, всегда оперативно помогал. Следственным друзьям, товарищам, не имея значения с этой бригадой, с другой бригадой, всегда оперативно помогал. Не интересоваясь как, что, проблемы, всегда вытаскивал. Самый первый был на передовой. Он никогда не заякал, что я не смогу, я не могу. Не было такого никогда. У него не было слова «не могу». Он всегда шел вперед, всегда спасал своих друзей. Он всегда говорил, жизнь моего бойца дороже всего. Курман Башкаев командовал взводом обеспечения второго мотострелкового батальона. Благодаря его храбрости несколько раз были спасены жизни его сослуживцев. И погиб лейтенант Курман Таубевич 20 октября, проводя успешный бой, выявив и уничтожив три минометных расчета противника. Спасая своих раненых товарищей, попал под артиллерийский обстрел, за что и был представлен к званию Героя России. Сегодня сослуживцы с горестью отмечают, что их отважного, надежного друга Курмана им не будет хватать. Мы познакомились совсем недавно, но до того сдружились, и дела проводили, боевые операции, и все это вместе до того сплочено. Человек был идейный, человек никогда никого нигде не мог себе позволить оставить. Он был ранен, и он, как говорится, голодный, одетый, раздетый. Для него это было в первую очередь честью. Курман Башкаев не увидит, как растут его малолетние дети. Их у него двое. Мальчик и девочка рассказывает убитая горем вдова Алина. Она рассказывает, что в последние дни жизни Курман будто чувствовал, что уйдет из жизни, и готовил семью к этому, делая наставления по тем или иным вопросам. Он часто говорил, что очень скучает по дому, семье, в частности по дочке, которая так сильно радовалась, когда они общались по телефону. Курман Башкаев многое мечтал сделать по возвращению домой с зоны СВО, но этому не суждено было сбыться. И, как вспоминает жена Алина, очень скромный по натуре Курман однажды сказал, «Вот увидишь, я стану героем России». И это случилось. Сыной собственность жизни Курман Башкаев спас своих товарищей от неименуемой смерти и был представлен к званию Героя России, к сожалению, посмертно. Алихан Лепшоков, Медина Джан Кезова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. В социальных сетях и в мессенджерах провокаторы могут склонять россиян к террористической деятельности и другим серьезным преступлениям. Особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь. На что нужно обращать внимание в первую очередь, рассказали в Центре противодействия экстремизму МВД по Карачаевой Черкесии. Уважаемые жители и гости Карачаевой Черкесской Республики! Сегодня, когда вся страна еще не оправилась от чудовищных событий, произошедших в концертном зале Крокус-Сити, унивших жизнь огромного числа мирных жителей, наших с вами сограждан, когда российский народ скорбит по ушедшим и сопереживает пострадавшим в теракте, некие деструктивные силы, используя различные инструменты воздействия, активно проявляют попытки держать нас в состоянии тревоги и страха, попытки нарушить нормальный ритм общественной жизни и дестабилизировать общественный порядок. Провокаторы не огнушаются самыми подлыми способами вовлечения нашей молодежи в противоправную деятельность, предлагая подросткам и не только им за денежное вознаграждение или путем угроз и шантажа совершать действия террористического характера. Сообщения с подобными предложениями массово приходят в личные сообщения пользователей различных социальных сетей и мессенджеров. К сожалению, находятся и те, кто принимает предложения, рассчитывая на вознаграждение и на свою безнаказанность. Однако, благодаря бдительным гражданам и слаженным действиям правоохранительных органов удается вовремя пресекать незаконные действия. В связи с этим просим вас не поддаваться угрозам и паническим настроениям, сохранять бдительность. При поступлении каких-либо противоправных предложений или угроз незамедлительно сообщите в полицию. Только объединив усилия общества и правоохранительных органов возможно противодействовать такому явлению, как терроризм. Глава Карачева Черкесии Рашид Тимрезов при Ольбрусе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым встретился с активистами общероссийского движения детей и молодежи движения первых, которые в эти дни принимают участие в туристическо-патриотическом слете «Мосты и дружбы» мероприятие собрало более 80 учащихся старших классов из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Карачева Черкесии. Рашид Тимрезов обсудил с ребятами из нашей республики их идеи и проекты, а также поинтересовался их взглядом на развитие молодежной политики в регионе. Главе понравились их нестандартный подход к различным вопросам, креативное мышление и искренний интерес ко всему, что происходит вокруг. Рашид Тимрезов выразил уверенно, что в будущем все юные активисты движения первых продолжат свою созидательную деятельность, будут много трудиться, а главное – искренне любить свое отечество. Глава региона считает, что слет – замечательная площадка для новых знакомств, получения ценных знаний и обмена лучшими практиками, пожелал участникам успешной работы, больших результатов и идти вперед к новым свершениям и возможностям. Одна из традиций Рамазана – приглашение друг друга на ифтар, то есть на трапезу после захода солнца. Накормить человека, который соблюдал пост в течение дня, само по себе благое дело, как учит ислам. При этом в Карачева Черкесии распространяется практика и масштабных ифтаров в городах и районах, организованной главой республики Рашид Тимрезовым. В них могут участвовать все верующие, соблюдающие пост. Об этом рассказал председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Муфтии Республики Исмаил Хаджабердиев. Вот с 1 по 9 апреля во всех районах, городах будут проводиться ифтары от главы республики. И под завершение этого, 9 числа, это будет последний день месяца Рамазан, в Черкесске. Обычно мы это проводим в ресторане, в комплексе. Идельвейс будет проводиться ифтар от имени главы республики. Всех я прошу, чтобы пришли, собрались, помолились и делали дуа. Это очень нужное и полезное дело. Дай Аллах, чтобы в наших домах, в наших сердцах было спокойствие и милосердие от Всевышнего. Ассаламу алейкум ва рахматуллах и таалла ва баракату. Здравствуйте. В эфире Вести Южная часть Карачаева, Черкесия. Вот о чем мы расскажем в нашем выпуске. Осторожно, мошенники. В Черкесии полицейские задержали злоумышленника, выудившего обманным путем полмиллиона рублей удоверчивой 93-летней бабушки. На абонентский номер пенсионерки позвонили, не установили лица, не установили лицо, которое представилось следователем. И пояснилось, что ее внучка, предварительно назвав правильное имя внучки, пояснилось, что она стала жертвой дорожно-транспортного происшествия, что необходима сумма, которую необходимо будет дать на операцию. И пенсионерка, находясь под воздействием обмана, пояснилось, что готова передать денежные средства в размере 500 тысяч. К пенсионерке пришел курьер мошенников, который представился именем, который предварительно мошенники назвали и по телефону, после чего она передала ему пакет с деньгами, и данный мошенник, курьер, скрылся в неизвестном направлении. Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городу Черкесску был задержан 19-летний житель города Лермонта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, после чего был доставлен в отдел МВД России по городу Черкесску, где дал признательные показания, после чего он был мной задержан в порядке ст. 91 Уголовного процессуального кодекса РФ. И мной было вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено. Я очень хотела выразить огромную благодарность сотрудникам отдела МВД. Они проделали колоссальную работу, чтобы в такие кратчайшие сроки найти этих преступников. Очень им благодарна, потому что, честно говоря, мне даже не верилось, что будет какая-то малейшая зацепка. Не говоря уже о том, что их поймают. При подобных звонках настоятельно рекомендую мне поддаваться на панике, прервать разговор с мошенником и связаться с родственником, который якобы попал в данную беду. Также мошенники будут угрожать, упрашивать, настаивать. Также прошу не поддаваться панике и следовать той схеме, которую мы вам рекомендуем. В Прикованском районе перед судом предстанет бывший замглавы одного из сельских поселений. По версии следствия, чиновник разбазаривал казенные земли. По данным следствия, в 2022 году фигурант, занимая должность заместителя главы администрации сельского поселения, действуя в интересах своих знакомых односельчан, изготовил выписки из похозяйственной книги, куда внес заведомо ложные сведения о наличии в них собственности земельных участков с гораздо большей площадью, чем имелись на самом деле. На основании указанных подложных документов осуществлена государственная регистрация права собственности на земельные участки, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, выразившееся в незаконном отчуждении части муниципальных земель. Благодаря принятым следователям следственного управления на стадии следствия мерам, незаконно присвоенная часть земельных участков возвращена в собственность муниципалитета. Собранная по уголовному делу в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением. Около 250 нарушений, связанных с тонировкой автомобиля и два случая незаконной перевозки травматического оружия. Таковы результаты первых двух рейдов, которые сотрудники автоинспекции Карачаева-Черкесии провели с начала текущего года совместно с представителями других правоохранительных служб. Участие в третьем профилактическом мероприятии приняла и съемочная группа «Вестей». Репортаж Артура Мхце. Автомобилисты Карачаева-Черкесии постепенно привыкают к совместным рейдам сотрудников сразу нескольких ведомств. Относительно недавний случай, когда участники свадьбы своей стрельбой устроили в Черкесский переполох, не остался без внимания правоохранительных служб. Теперь автоинспекторы периодически дежурят на улицах вместе с представителями Росгвардии. В результате первых двух с начала года рейдов были выявлены два провоза травматического оружия с нарушением правил. Кроме того, стражи порядка составили около 250 протоколов за нарушение требований к тонировке транспортных средств. В городе Черкесске сотрудники будут заниматься отработкой отдельных видов нарушения. Кроме того, будет обращаться отдельное внимание на свадебные кортежи в связи с тем, что участились случаи применения охолощенного оружия и травматического оружия. Кинолог и его четвероногий напарник тщательно досматривают каждый автомобиль. Ведь от этого, возможно, зависят чьи-то здоровья, а то и жизнь. К свадебным кортежам, разумеется, повышенное внимание. Праздник праздником, но даже размахивание на подобном мероприятии оружием уже дикость. Поэтому полицейские и росгвардейцы стараются не допустить негативного сценария. Рейдовые мероприятия будут проводиться на основе анализа и потока транспортных средств. Будет сделана расстановка всех 14 нарядов. Кроме этого, будет задействовано 5 нарядов скрытого патрулирования. Основная работа будет заключаться в том, чтобы пресечать и выявлять административные правонарушения, а также на перевозку и хранение запрещенных веществ и огнестрельного оружия. Первые рейдовые мероприятия дали неплохие результаты. Уже после них число административных нарушений значительно сократилось. И работа правоохранителей в данном направлении будет продолжена. Артур Мхц, Олег Малхожев, Вести, Карачао, Черкесия. Фотография в жанре Нью. Жительница Зеленчукского района из-за личной неприязни к знакомой разместила ее откровенное фото в соцсетях. Возбуждено уголовное дело. Зеленчукским межрайонным следственным отделом в отношении 49-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за незаконное распространение сведений о частной жизни лица. По данным следствия, 28 января текущего года подозреваемая, испытывая личную неприязнь к своей знакомой на фоне ранее возникшего конфликта, без согласия последней незаконно распространила ее обнаженные фотографии посредством их размещения в общественной группе мессенджера. Преступные действия фигурантки повлекли нарушение конституционных прав потерпевшей на неприкосновенность частной жизни. По уголовному делу следователями проводится комплекс следственных операционных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сборы, закрепления доказательственной базы. Охота на жрец любви. Легкий заработок в саунах Черкеска не удался. Сотрудники МВД Покрачаевой Черкесии выявили факты оказания интимных услуг в саунах республиканской столицы. Административные протоколы по признакам правонарушения составлены в отношении восьми девушек, одна из которых гражданка иностранного государства. Материалы переданы в суд для принятия решения. С каждой из женщин проведены профилактические беседы с требованиями прекращения занятий незаконной деятельностью. В этом году исполняется 55 лет подразделением, занимающимся лицензионно-разрешительной работой. Об истории данного направления деятельности в нашей стране и современных реалиях в сюжете Артура МХЦ. Традиционные встречи журналистов с региональными экспертами в сфере лицензионно-разрешительной работы – это всегда возможность оперативно получать информацию о каких-либо изменениях в правилах получения документов на хранение и ношение оружия того или иного вида. Так, по словам заместителя начальника регионального управления Росгвардии Эдуарда Чемаева, в прошлом году были проведены около 13 тысяч проверок владельцев оружия. Специалисты выявили примерно 1300 административных правонарушений. Основной их долю составляет несоблюдение требований к перерегистрации разрешительной документации. В соответствии с законодательством гражданин, являющийся владельцем оружия, должен не позже, чем за месяц обращаться за продлением своих документов. Если он не обратился, обратился позже, то есть он имеет право, свое оружие, например, срок действия разрешения не истек, осталось условно неделя, две, он может его получить разрешение на продажу и реализовать. То есть мы его привлекаем к ответственности только когда он подает заявление на продление. Сейчас наблюдается некоторое снижение числа желающих получить разрешение на хранение оружия. Впрочем, по мнению экспертов, тут дело скорее в необходимости прохождения ряда медицинских экспертиз, срыв которых кому-то навсегда закрыл бы возможность получения документов на владение оружием. Хотя запрет может коснуться и тех, кто уже прошел все процедуры. Специалисты управления Росгвардии рассказали о том, какие виды нарушений могут привести к аннулированию разрешения. Стрельба, к примеру, на свадьбе тоже подпадает под запрет и аукнется хозяину опасной игрушки потери и этой собственности и некоторой суммы денег в виде штрафа. Отдел госконтроля занимается в том числе проверкой организации системы охраны на ряде опасных объектов, относящихся в частности к топливно-энергетической сфере. Таких в Карачаево-Черкесии около трех десятков. По итогам работы за прошедший год по линии контроля за подразделениями охраны в соответствии с планом было запланировано проведение трех проверок плановых. Все они были проведены, плановые показатели выполнены 100%. И в рамках устранения нарушений по ранее выданным предписаниям была проведена одна внеплановая проверка. В феврале исполняется 55 лет, подразделениям, в ведении которых находится лицензионно-разрешительная работа. За этот период многое поменялось, в том числе в законодательстве. Но одно остается в деятельности постоянным. Необходимость обеспечения безопасности населения за счет контроля за теми, кто имеет оружие на законных основаниях. Артур Мухцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. На основании федерального 127-го закона физические лица могут себя объявить банкротами. А что касается имущества гражданина, который объявлен банкротом, есть недвижимость, на которое в соответствии с законодательством нельзя обращать в изыскание. К примеру, если это единственное жилье обанкручившегося человека. На все остальное имущество, которое находится у гражданина, в собственности попадает в конкурсную массу и подлежит реализации для последующего погашения его долгов. Специалисты Росрееста призывают граждан, которые признаны банкротами, чтобы они без согласия финансового управляющего не совершали сделки. Но зачастую к нам приотвращаются граждане, которые хотят лично, без финансового управляющего, который уже как бы распоряжается его имуществом, совершать сделки на дарение, на продажу. Естественно, государственный регистратор прав перед тем, как осуществить учетно-регистрационные действия. Он проверяет в том числе гражданин, является ли банкротом. Естественно, это приостановление. Но даже если вдруг до того, как получена информация у регистратора, что этот должник, гражданин, является банкротом, его действие, если даже прошли регистрацию, сделка прошла, то она будет ничтожна. То есть в суде можно будет оспорить и вернуть все обратно. Поэтому я бы призвала всех граждан, которые признаны банкротами, чтобы они без согласия финансового управляющего не совершали сделки. Потому что эта сделка будет ничтожна. На этом наша информационная программа, посещенная правовым и криминальным новостям, завершена. С вами был Ахмат Халкечев. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин